Только что разработчики сделали пост в официальном твиттер канале и опубликовали коротенькое видео о том, что будет во второй серии. Я собрал всю информацию, которую нашел и которая точно проверена. И сегодня расскажу вам, постараясь не растягивая видео, как другие блогеры, за пару минут рассказать всю основную суть. Только сначала, пожалуйста, если не трудно, подпишись, это очень поможет моему каналу достичь двух миллионов. Первая крайне интересная вещь, которую мы увидели, это комната помни. Она идеально подходит ей по стилю и имеет большую кровать, правда спать ей не требуется, большой комод и зеркало. Ну а также куча игрушек, поскольку это как бы цирк. Новые локации, мы очень долго этого ждали и наконец увидели. Конечно, полную и подробную информацию мы увидим уже в новой серии, а пока нам доступен вот такой вот чертеж комплекса. Кейн сразу его скрывает, но мы видим, что это так называемый объект Х, похожий на большую арену. Очевидно, что из этого можно сделать логичный вывод. Испытанием второго эпизода станет либо какое-то соревнование, либо битва с кем-то. Следующая немаловажная тема это новые персонажи, которых нам показали целых 8. Показали их, конечно, буквально на долю секунды без комментариев, но в общем давайте посмотрим. Первым стал динозавр-ковбой с бутылкой в руках. Вторым то ли из пузырьков, то ли из стекла, милый чувачок. Далее непонятный проигрыватель, не очень понятно какую роль он будет играть. Похожий на шоколадную лепешку монстр. Видимо призрак то ли бурундука, то ли хомяка. Конфетная принцесса. Еще одна дама в шляпе, являющаяся призраком. И наконец фиолетовый манекен, наподобие того, что мы видели в первой серии. Пока мы, конечно, мало знаем о том, какую роль они будут исполнять. И все ли появятся во второй серии. Также стоит сказать про долгожданную дату выхода. Мы долго этого ждали, долго гадали. И наконец разработчики сообщили, что второй эпизод выйдет уже в мае. То есть чуть-чуть больше, чем через два месяца. Это может показаться довольно долго, но давайте помнить, что большую часть времени мы уже прождали. Пока это вся информация, которую мы обладаем. И если вы увидите что-то большее, то скорее всего это надумано самим автором. Кстати, у меня довольно много видео на канале, посвященных цифровому цирку. Поэтому можешь переходить и смотреть. Ну а так, желаю удачи и еще увидимся.